Октябрь 2014 года. Жительница Киева, искусствовед Инна Морозова с дочерью кутаются в теплые одежды и ломают голову на тем, как сохранить тепло в комнате от единственного обогревателя. В квартире плюс 15. Горячей воды в Киеве к тому моменту не было уже 4 месяца. Центральное отопление коммунальной службы включили только в ноябре, почти с полумесячным опозданием. В стране возник дефицит энергоносителей, но до коллапса дело не дошло. И не пришлось покупать дополнительные обогревательные приборы, не даже воспользоваться единственным имеющимся. Очередной украинско-российский газовый спор был решен в Брюсселе до наступления серьезных холодов. Газовой войны удалось избежать. У нас была в квартире средняя температура практически 20 градусов. Батареи грели отлично. Точно так же было и с горячей водой. То есть она была постоянно. 40 километров от Киева, село Хотяновка. Большинство домов здесь отапливается при помощи газовых котлов. Прошлой осенью пенсионер Дмитрий Зюзюк готовился к режиму тотальной экономии. Отапливал строго только первый этаж и только до 15 градусов. Но зима выдалась теплой. Особых проблем не возникло. Здесь были перебои только с электричеством. По осени отключали часто. Потом был наложен запрет. Каждый день пенсионер смотрит новости. В начале марта национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики повысила тарифы на коммунальные услуги. Украина таким образом выполняет условия меморандума с главным кредитором страны – МВФ. Всю прошлую зиму Дмитрий Зюзюк платил за газ ежемесячно в среднем 15 евро. С 1 апреля платежи станут примерно в три раза больше. Так что рассчитывать остается лишь на собственные стратегические запасы. Семь кубов дров не использованы прошлой зимой и на свой, пусть и небольшой, но все же приработок. Я думаю, что поскольку я еще хоть пенсионер, но рабочий, что я все-таки зиму выживу. Так сейчас делают многие жители столицы Украины. На улице в марте в среднем плюс 10. Но батареи греют по зимнему. Власти Киева хотят завершить отопительный сезон уже в марте. На месяц раньше официального срока 30 апреля. Как только на улице в течение трех дней установится температура не ниже плюс 8. Если же конец марта и апрель выдадутся холодными, то ине, как и прошлой осенью, придется греться при помощи электричества. Согласно новым тарифам, оно подорожает лишь на 19%. Что же касается отопления и горячей воды, то цены на них вырастут на 72 и на 55% соответственно. У жителей домов с центральным отоплением нет технической возможности менять температуру в батареях и платить в соответствии с потреблением. Инна может экономить лишь на горячей воде, расход которой оплачивается по счетчику. Как всю зиму, так и по сей день водой она старается не пользоваться. Благодаря установленному бойлеру мы экономили в среднем 10% каждый месяц, поскольку пользовались нагретой водой. В то же время зарплата искусствоведа осталась прежней, несмотря на резкий рост цен на коммунальные услуги. В прошлом месяце они обошлись в 50 евро, а это треть жалования. С 1 апреля коммуналка будет отнимать у Инны уже половину дохода. Продолжение следует...